Приветствую, друзья! Продолжаем изучать git. И давайте продолжим. Итак, что мы имеем на текущий момент? Давайте посмотрим статус нашего репозитория. Git.status. И мы имеем один untracked файл. Давайте теперь какой-нибудь файл изменим. Предположим, перейдем в htdocs. Откроем индекс.php. И здесь у нас есть hello git. И мы продублируем эту строку. Hello git 2 сделаем. Ок. Еще раз смотрим статус нашего репозитория. И git нам показывает, что у нас есть один модифицированный файл. То есть файл, который у нас находится под присмотром git. Но уже версия отличается. И один untracked файл. Давайте добавим сначала наш untracked файл. Для этого мы напишем git add и имя нашего файла. лиценз.php. Нажимаем enter. Смотрим статус. Итак, есть у нас один свеженький файл, добавленный. И один модифицированный. И сейчас нам требуется закоммитить оба этих файла. То есть добавить в контроль версию новый файл и новую версию index.php. Все это должно быть у нас в одном коммите. Что будет, если мы сделаем коммит? Git commit. Git commit. commit-m addfiles. И мы видим то, что лиценз.php у нас в коммит ушел, а индекс.php у нас в коммит не ушел. Если мы посмотрим статус, то он нам показывает то, что модифицированный файл index.php у нас остался. Почему так произошло? Потому что у нас он не проиндексирован. Когда мы сделали add для этого файла, он у нас и добавился, и проиндексировался. А этот нет. У нас коммитится то, что проиндексировано. То есть, что из этого следует? Мы можем работать над группой файлов, но пока мы не покажем Git, какие файлы мы хотим коммитить, то есть это значит, нужно их проиндексировать, он у нас ничего не закоммитит. Он закоммитит, только проиндексированный. То есть, у нас есть, предположим, 5 файлов измененных. Если мы хотим 3 из них закоммитить, то, соответственно, эти 3 нам нужно проиндексировать. И когда мы сделаем коммит, то, что у нас проиндексировано, то и уйдет соответственно в репозитарий. Каким образом у нас происходит индексирование? Индексирование происходит той же самой функцией add. Git add. Она у нас многофункциональная. Она и добавляет файлы, и индексирует их. Итак, для того, чтобы данный файл проиндексировать, соответственно, мы должны этот файл здесь и написать. Либо этот файл написать htdocs.index.php, либо, предположим, если мы сделаем вот так, то, соответственно, все модифицированные php файлы будут проиндексированы. Давайте нажмем enter, посмотрим. И посмотрим git статус. Теперь git видит то, что данный файл у нас модифицирован, и он готов для коммита. Он у нас в индексе. Давайте изменим еще какой-нибудь файл. Так, что у нас здесь еще есть? Ну, тот же самый лицинс можем изменить. Добавили какую-то строку. Так, переходим в консоль, смотрим статус и видим то, что этот у нас лицинс, он у нас изменен, но не проиндексирован. А проиндексирован у нас только индекс php. Соответственно, если мы сделаем коммит, индекс php у нас уйдет в коммит, а лицинс php у нас останется. Если мы хотим добавить его к индексу, то, соответственно, нам нужно его тоже проиндексировать. Либо той же строкой, которая была сейчас, либо напрямую. лицинс.php Смотрим статус и теперь у нас два проиндексированных вот этих вот файла. Давайте усложним еще. Перейдем в наш редактор. Получаем то, что у нас проиндексировано состояние вот такое вот текущее. И, предположим, мы не коммитили и добавили еще какие-то строки вот сюда. Сохраняемся, смотрим статус. Что мы видим? Мы видим то, что лицинс у нас является одновременно и проиндексированным, и не проиндексированным. Что будет, если мы закоммитим? Закоммитится у нас то, что у нас проиндексировано. То есть, у нас лицинс.php был проиндексирован, когда он был вот в таком состоянии. Соответственно, когда мы выполним коммит, вот это состояние уйдет, а вот это состояние у нас останется. Давайте сделаем коммит. git git commit минус m commit. Нажимаем Enter. Итак, git нам пишет то, что у нас было изменено два файла, два изменения ушли и дополнительную информацию. Смотрим git статус, что у нас осталось в репозитории. Осталось опять наш лицинс.php, то есть, его состояние уже текущее. Понимаете, да, разницу? Был модифицированный файл, мы что-то в нее, что-то есть мы взяли файл, что-то у него добавили, он получился модифицированный и мы делаем как бы снимок, снапшот такой. Индексируем его и текущее состояние попадает в индекс. Соответственно, это у нас коммит и уйдет. Если мы продолжаем работу над этим файлом дальше, но не индексируем, то, соответственно, это в коммит у нас не идет. Для того, чтобы эти изменения добавить, соответственно, опять нужно его проиндексировать с помощью add. Но предположим, что эти изменения нам не нужны. Что сделать тогда? Как сделать так, чтобы откатить его до состояния, которое находится у нас сейчас в репозитории? То есть, у нас какие-то есть изменения. Мы поэкспериментировали, понимаем, что эти изменения нам не нужны, а руками удалять их долго, слишком много. И мы хотим откатиться до того состояния, которое у нас сейчас находится в репозитории. Но откатиться мы хотим не полностью, а откатить мы хотим именно этот файл. для этого у нас есть замечательная команда git checkout минус-минус пробел имя файла. Нажимаем Enter. Итак, git у нас это съел и что-то выполнил. Давайте откроем редактор. Редактор нам сразу говорит, что файл был изменен, и хотим мы перезагрузить изменения. Мы говорим да. и получаем то состояние, которое у нас в репозитории. То есть все остальные изменения у нас потерлись. И посмотрим git status. Git status говорит, что у нас все хорошо и наша рабочая папка полностью соответствует нашему последнему состоянию в репозитории. На этом видеоурок я заканчиваю и до встречи в следующем видеоуроке. С вами был Дмитрий Афанасьев.